С пяти утра сегодня Равеля Калимулина пыталась пополнить свои запасы, но повсюду встречала нерабочие колонки. Помогают лишь неравнодушные соседи. Кому понадобилось сломать колонки, жители не знают. Они лишь догадываются, что причина могла быть в безвозмездном пользовании. За воду эту никогда не платили. В поисках воды жители могут обойти весь поселок. Если они и наткнутся на целую невредимую колонку, то перед ними возникает другая проблема. Воды-то в ней нет. За водой на колонку чаще всего ходили жители с улиц Вишневая, Иванычева и Переломная. Больше 70 домов там не подключены к центральному водоснабжению. На своих участках многие соседи уже прорубили колодцы и скважины. Однако вода там, по их мнению, не предназначена для хозяйственных нужд. Глубина скважины 20 метров. Вода по качеству. Вот, можете посмотреть. То есть, в этой воде даже умываться, и то, мне кажется, вредно. Стиральные посудомоечные машины ломаются ржавчиной, покрываются фильтры и другие рабочие элементы. Портятся одежда и посуда, уверяют жители. Этот картридж я поставил два дня назад. Цвет у него был белый. Решить проблему с водой, уверены соседи, можно. Необходимо проложить водопроводные сети по их улицам. С таким обращением они писали в администрацию района. Ответ людей удивил. Финансирование на вашей улице не предусмотрено. В связи с этим предлагаем вам по вашей улице за 7 миллионов рублей проложить воду. Складывайте деньги, собирайте и прокладывайте. Мы очень возмущены вообще все, потому что у нас нет только средств. И это при том, что провести водоснабжение им обещали еще 6 лет назад. Диалог с инстанциями и посредством писем люди ведут с 2009 года. Воду мы возим из города, покупаем мне за деньги в этих батаречках. Либо вот брали из колонки, удобнее. А сейчас свет уже перекрыли. Я не знаю, водоканал может сам воду не пьет, если считать, что здесь люди пить не должны. Вода техническая, для питья она негодная. Вещи желтеют. У нас первоклассников, школьников очень много. У детей аллергия на эту воду. Самостоятельно решать свои проблемы жители поселка Борисоглебска уже привыкли. Внимание со стороны администрации они не чувствуют. Дорогу по улице Вишневой уложили сами. Сейчас ждут электричество, а также хотят добиться увеличения количества рейсовых автобусов. Сказали в школе, что ГИБДД не разрешает продлять автобус, потому что там дорога узкая. Для автобуса дорога узкая, значит, а для детей детей там на машинах сшибать много. За газ я плачу как городской житель, за свет я плачу как городской житель, за все я плачу как городской житель. Но я не вижу этого города. Несмотря на отказы в помощи и собранную макулатуру в виде ответов от чиновников, жители продолжают писать коллективные жалобы в адрес администрации. Александра Булкова, Арман Фенин, Телеканал Эфир.